Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я хочу в первую очередь для того, чтобы была польза для меня самого и для нас всех вместе затронуть тему, которую мы, большинство из нас, избегаем. И не любим ни слышать, ни говорить, ни размышлять об этом. Это смерть. В последнее время, когда буквально вокруг нас ходит смерть, погибают молодые, не только взрослые, я стал замечать, что не совсем отношение лично у меня к смерти, каким оно должно быть у мусульманина. Мы избегаем эту тему, не любим размышлять об этом. Мы строим очень много планов, планов касательно этого Дуния. И строим очень дальновидные планы. Особенно сегодня очень много большой популярностью пользуются те люди, которых так называют мотиваторами, которые мотивируют, учат молодежь и нас ставить перед собой цели. Но цели эти всегда в основном касаются только этого Дуния. И учат нас строить планы. Но получается, что у многих из нас в планах нет умереть. Смерть в наши планы не входит. Хотя эта смерть, она неизбежна. Вот если одному из нас скажут, что из жизни, отведенной для тебя, осталось 10 лет, даже такого срока было бы, наверное, достаточно, чтобы отказаться от многих порицаемых, вызывающих гнев Всевышнего Аллаха, поступков. И этого уже было бы, наверное, многим из нас достаточно подготовиться к этому событию в жизни. Но где гарантия, что мы будем 10 дней жить? Где гарантия того, что выступающий здесь я до ночного доживу? Нет такой гарантии ни у кого. И сегодня в связи с этой смертью возникает очень много вопросов у людей, на которых не все ответили для себя. А ведь вспоминание о смерти, закладывать в свои личные планы подготовку к смерти, это одно из лучших деяний, которое улучшает жизнь му'мина, делает его образ жизни, приводит его образ жизни в соответствии с Писанием Всевышнего Аллаха и Суны нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе сказал, вы чаще вспоминаете о смерти, которая прерывает ваше наслаждение и разделяет ваше сообщество. Воистину, никто не будет вспоминать о смерти тогда, когда у него много грехов, кроме как это станет причиной уменьшения его грехов. И не станет вспоминать раб Аллаха о смерти чаще, когда у него не хватает благих деяний, кроме как это приумножить его благие деяния. То есть мы должны быть объективными, мы должны знать, что такое смерть. К сожалению, западная пропаганда, западная культура, вирус этой пропаганды, вирус этой псевдокультуры, он распространился прежде, чем распространился вирус корона. Этот вирус внушил многим из нас, что жизнь – это жизнь. Жизнь – это до смерти. Вот нужно в течение всей своей молодости, всей этой жизни испытать все на этом свете, преуспеть везде, в этом дуне, ибо жизнь коротка. Вот философия, вот принцип жизни Запада, атеизма. Но, к сожалению, и мы становимся порою похожими, поддаемся на такую пропаганду. Во-первых, давайте ответим на вопрос. Было бы, конечно, другое дело, если бы смерть – это было бы небытием. Смерть – это не небытие. Смерть – это не конец. Смерть, наша смерть, которая наступает в этом дуне, это всего лишь переход в один из этапов жизненного пути человека, из четырех этапов жизни. Первый этап – это утроба матери, там жизнь одна, второй этап – это жизнь в этом дуне, в этом мире. Третий этап – это жизнь в барзахе, в мире, которая находится в промежутке между дуне и ахира. Смерть – это ворота в более совершенный мир, в более совершенную жизнь, где человек, душа человека раскрепощается и чувствует себя более по-настоящему вольготно и лучше, где стираются все ограничения. Последний этап жизни начинается с момента предстояния нашего перед нашим Господом Всевышним Аллахом Аззава Джалля. Смертью наша жизнь не заканчивается. Именно со смерти начинается настоящая жизнь. В утробе зародыш, для него мир – это утроба матери, тело матери. И он не представляет этот зародыш, что существует иной мир. Только когда он выходит из утробы матери, он получает некую свободу, видит новый мир, широкий мир. Точно так же, когда мы умираем, переходим в мир иной, в хаятуль-барзах, происходит то же самое. Поэтому смерть, она непременно нас настигнет. Поэтому Аллаху Та'ала в Священном Коране говорит, «Аузу билляхи мина шайтанир-раджиим, «Кул инна л маута ладзи тафирруна минху, фа иннаху мулякейкум». Ты скажи, о Мухаммад, та смерть, которую вы избегаете, она вас непременно настигнет, говорит Аллах. Так же Всевышний Аллах говорит, «Аузу билляхи мина шайтанир-раджиим, «Айна ма такуну юдрикуму л мауту, валяв кунтум фи бурудим мушайяда». Где бы вы ни находились, вас смерть настигнет. Даже если вы будете находиться в самой защищенной крепости, когда мы хороним своих близких, мы выдумываем всякие причины, мы говорим, у него была какая-то сердечная недостаточность, у него что-то еще болело. Мол, я еще здоров, я далек от смерти. Каждый из нас себя такими утешениями утешает. Поэтому, дорогие братья, смерть – это не беда. Беда ли она на самом деле? Нет, смерть не беда. Мухмин, мусульманин к смерти не должен относиться, как относится к смерти атеист. Смерть является бедою для тех, кто потерял своего близкого, человека, который был любим, увлекал, составлял наше доброе общество, сообщество. Для нас это беда, когда нас покидает наш близкий и уходит в мир иной. Каждый из нас выбирает, бедой ли будет эта смерть или же праздником. Поэтому от нас зависит от того, кто покидает этот свет, этот мир. Для него это не беда, если он в своих планах учитывал эту смерть, готовился к этой смерти, всегда знал, что в любой момент он может покинуть этот свет. И что для этого он делает? В первую очередь, начиная с веры во Всевышнего Аллаха, начиная со своей акиды, со своего убеждения, готовить свой иман в первую очередь. Теперь, если вы дома у своих домочадцев спросите, как же уверовать во Аллаха, кто из них ответит правильно? Если ты сам хоть ответишь, альхамдуллях, будет, наверное. Нужно готовиться, дорогие братья. Нужно быть готовыми в любую минуту покинуть этот мир. И тот, кто готов, он будет жить в этом дуне, я счастлива. И не будет впадать в панику, если заболеет. Не будет впадать в панику, в истерику, если он обанкротится. Потому что для него он чувствует себя в этом дуне путником. Он чувствует в этом дуне себя путником и не будет таким требовательным. Этой проповедью я не хочу ни в коем случае лишать вас оптимизма созидания в этом дуне. Мы должны быть созидательными. Мы должны работать. Мы должны устраивать это дуне, но в то же время всегда, в планы включать смерть в любой момент. И тогда будет очень все в жизни красиво, ладно. И ты никогда не склонишься к деспотизму, к вульму, не склонишься к грехам, потому что ты не забываешь о смерти. Именно забвение смерти, именно жажда к мирскому подталкивает нас порой к послушанию Всевышнему Аллаху, отходу от сунны пророка саллиллаху алейхи вассаляма, забвению Всевышнего Аллаха. И за этим что идет? Идет грех. И сегодня нашим лечением мы говорим очень много у нас проблем безнравственности, у нас черствость, грубость, жестокость. Значит, мы не думаем о смерти. Мы очень редко размышляем над своим последним часом. А то, что существует после этой смерти жизнь, дорогие братья, это не просто религиозная догма, это научный факт, которую несложно доказать. Аллахи сегодня среди многих из тех людей, которые себя причисляют, считают себя мусульманами, их сердца порою болеют сомнениями. Овладевает сомнение, существует ли потусторонний мир. Существует? Нет в этом ни малейшего сомнения. Это доказывается наукой. Священный Куран в первую очередь самый сильный аргумент в пользу существования того мира и той жизни после нашей смерти. И эти сомнения нельзя с этими сомнениями мусульманину жить. Он должен подумать, он должен искать ответы на эти вопросы и все время сохранять свой иман. Ведь вера в Ахира, существование Ахира-то один из столпов имана. Если мы в этом сомневаемся, мы ведь не остаемся, наша вера ведь разрушается. А у того, у кого нет имана, он будет жить вечно, но не в раю, а в о том, что существует барзах, мир, в котором переходят все те, кто покидает эту дунию, об этом Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, говоря, рассказывая, повествуя о Фирауне, говорит Аллах. Это значит, до того, пока не наступил судный день, Фираун и подобные, и все будут находиться, уже покидая эту дунию, уже мы представляем, что мы хороним своего близкого, для нас смерть это могила, вырытая могила, темная, сырая, и что этот покойный наш будет жить в этой могиле, нет, он переходит в иной мир, его тело будет там находиться, но душа будет иметь такую связь со своим телом, подобно тому, какую связь имеет солнце с нашей землей, все время солнце сопровождает эту землю, греет его, и не отдаляется от земли, точно так же наши тела принадлежат нашим душам, а души будут переходят в совсем другое измерение, совсем другие чувства, совсем другая жизнь, и в Аллахе тот, кто встретит эту смерть по-настоящему и будет готовым к этой смерти, он бы не пожелал вернуться ни на миг в эту дуня, которую он покинул и оказался в этом барзах. Это блаженство для того, кто готовится к этой смерти, готовится набирая багаж своих благих деяний, для него барзах это свадьба, это праздник, это счастье, в котором он будет пребывать и наслаждаться. И эти наслаждения несравнимы с наслаждениями в этом дуня. И поэтому стоит себе отказывать в излишествах, стоит себе отказывать от тех запретных наслаждений ради этого блаженства, которые ты получаешь еще до наступления судного дня, уже в барзахе. Поэтому Аллаху Та'аля в священном Ур'ане в Суре Асин говорит тому, кто окажется в судный день в раю, и человек этот покойный скажет, будучи уже в барзахе, пока он в рай еще не попал, Аллаху уже есть два рая, есть рай в барзахе, до того, пока не наступил судный день. И ему скажут, иди войди в свой рай, ты его заслужил, и тебе прощены были твои грехи. И этот человек скажет, о, если бы моя община, мой народ знал бы, в каком почете я оказался, и как меня Аллах простил. Вот так скажет человек, который оказался в этой жизни, которая начинается после смерти. Смерть, дорогие братья, размышления о смерти, это тормоз, тормоз, который удерживает нас от порицаемого и неодобряемого. Вы посмотрите, вот самое совершенное, самое лучшее, самый лучший дорогой автомобильный транспорт. если сделали, как говорят, все опции на эту машину поставили и нету на ней тормозов, это целое состояние будет ехать до первого поворота и свалится и разобьется. Точно так же мы гораздо сложные существа, которые состоят из двух материй души и материального нашего тела. из эмоций, из чувств, из духа, из руха. Поэтому мы нуждаемся в этом тормозе очень часто. Поэтому когда мы заболеваем, мы можем заболеть, мы можем любую минуту умереть. Вы это видите. Поэтому к чему нам еще готовиться, каким может быть человек неразумным, если он в свои планы не включает этот главный фарс в своей жизни. Переход из этого дуни в мир иной. Конечно, иногда западная пропаганда, то, что мы постоянно видим в интернете, в соцсетях, нас отвлекает от этого и внушает нам, что жизнь это жизнь, надо жить здесь, дальше все, дальше темнота. Нет, дальше не темнота. Дальше будет то, что ты для себя здесь выберешь. Поэтому нельзя оставаться глупцами, которые не думают об этом. И поэтому посланник Аллаха сказал именно о тех людях, которые готовятся к смерти и ожидают его. Посланник Аллаха сказал сказал «Ида ахаббал абду лока Аллах Когда раб Аллаха любит, желает встречи со своим Господом, Аллах также желает встречи со своим рабом. А когда раб Аллаха не желает встречи со своим Господом, Всевышний Аллах тоже не хочет, не желает видеть этого раба. Представляете, увидеть Всевышнего Аллаха таковым, который ожидает встречи со своим рабом, каково это должно быть? И Аиша, разли Аллаху анга, сказала, о посланник Аллаха, ведь все не любят смерть, все же не желают смерти. Посланник Аллаха, саламу салям, далее разъяснил и сказал, когда, говорит, покидает этот мир му'мин, который предостерегался от ослушания, от грехов и готовился к смерти, к нему приходит извещение о том, что его ожидает после этой смерти, и он начинает страстно желать встречи со своим Господом. И также наоборот, когда раб не готовится к своей смерти, совершает грехи, забывает Всевышнего Аллаха, совершает лулюм, он именно в момент своей смерти получает весть о том, что его будет ожидать после смерти, и он страстно будет нежелать, ненавидеть встречи со своим Господом. И хочу привести пример для того, чтобы мы поняли, что такое эта дунья, как нужно относиться к этому дунья. Вот, например, человеку дали благоустроенный дом со всеми удобствами и сказали, это тебе на 10 лет, вот твоя земля, пока ты строишь этот дом, свое собственное жилище, живи здесь. И точно так же дали другому то же самое. Один умный, один пример, это пример сообразительного, умного, предвидящего свою судьбу, он что делает? Он не смотрит на красоту этого чужого дома. Он приходит, уходит, он пользуется как чужим имуществом, и каждый день работает и готовится, чтобы не остаться на улице через 10 лет, строить свой дом личный. И когда наступает время, и хозяин ему говорит, твое время пришло, он говорит, спасибо, баркала, очень хорошо было в твоем доме, и радостно уходит в свое личное жилье. А этот глупец, он подумал, вот такая красота, откуда мне еще может быть, откуда я такой шанс достану, он воспринимает это за шанс, и начал наслаждаться этим чужим домом. И незаметно пролетает для него 10 лет, и хозяин говорит, твое время вышло, а его дом говорит, я еще не готов тебя принять. И остался он на улице. Вот дай Аллах, чтобы мы не оказались такими глупцами, и чтобы мы стали из тех людей, которые желают встречи со своим Господом и не боятся смерти, и готовятся к этой смерти. Да простит нам Всевышний Аллах наши грехи и дарует исцеление всем, кто сегодня болеет. Субтитры создавал DimaTorzok